ребятка всем крепкого здоровья приехали на рыбалку осень на дворе конец сентября вторая половина решили половить щучку как бы время пришло часто мы на щуку не едем но вот осенью когда у нее жор стараемся выскочить попробуем что-то поймать и вам показать я давно хотел узнать как николаю удается каждый раз возвращаться домой с отличным уловом и вот сегодня решил я поехать с ним на рыбалку по хищнику и заодно расспросить как можно больше тонкостей секретов с чем и постараюсь поделиться в этом видео все немножко где-то там щемит холодок какой-то внутри потому что первая рыбалка за осень на щуку на хищника вообще-то белую белую все кости кости ловили а теперь по хищнику рыбалка по хищнику это ну немножко другое чем белая это такая больше больше охота нежели даже рыбалка поймать щуку это надо как бы из охотить даже можно сказать так ну что поедем уже расцвело щучка наверно заждалась вперед и вот первый его совет был такой всегда относись с уважением к месту где будешь ловить рыбу сейчас поставим их а вот этой рыбалке к халут предпочтительно находить бровки находить глубинных смотреть приходилось даже ловить рыбу которую холод показывал пробка смотришь уп стоит какая-то рыба начинаешь там активно активно ее ловить об поклевочка вытаскивая щучку потом проходишь еще рассмотришь уже там нету на экранчике уже ничего нет поймали ее так что это вот конечно вещь хорошая на этой рыбалке экономим время пока идем на моторе к месту мы сложимся я наклоняюсь право влево таким образом я управляю лодкой а уклоняться было от чего по дороге к большой воде нам встречались большие коряги и как ни странно способ управлять лодкой от николая действовал и мы в большинстве вражей пользовались только его методом и пока мы плыли к месту я заметил что удилищ Николая наготовил уже немало зачем ему столько а меньше никак нельзя если ты хочешь нормально половить рыбу меньше прутов нельзя потому что каждый прут имеет свое свое предназначение для чего он предназначен просто ловить рыбу каждый прут предназначен для особой приманки тот прут который хорошо будет работать с колебалкой он будет отвратительно работать с виброхвостиком или ультерлайп не успев рассказать все тонкости о количестве спиннингов мы приехали на наше первое место ловли так мы пришли на нашу первую точку соберем последний прут скрутимся и будем начинать ловить рыбу вот так вот ребята мы значит правильно приехали рыбка присутствует щучка гоняет а руки то уже дрожат сейчас мы по-быстрому соберемся все лишнее уберем и начнем нашу рыбалочку если вы хотите наловить рыбы много то что собственно что хочет каждый рыбак поймать много получить много поклевок вам необходимо иметь не один спилинг а два-три а то и лучше пять прутов который будет отвечать за каждый вид приманок один прут на колебалку второй прут на воблер третий прут это будет джиг четвертый прут это будет ультралайт и там пятый прут я знаю там что там может какой-то там бородку какую-то подцепим еще чего-нибудь потому что когда ты приезжаешь на точку допустим точка интересная тут стоит хорошая крупная щука ты знаешь так ты бросаешь туда колебалку протянул колебалочку щука большая не клюнула но может быть еще и сего ты сразу прут один положил второй взял потому что если просто менять приманки каждое удилище оно имеет свой сегмент в этом в нагрузках на себя и колебалка не будет хорошо работать ты не получишь того максимум удовольствия которое получаешь от работы правильной приманкой правильным прутом поэтому у меня как всегда там четыре-пять прутов ну не меньше трех это обязательно собираемся потому что щучка уже вот гуляет вот так вот на рыбалке очень быстро время летит кажется ну вот только приехала уже темно еще бы полчасика уже потемнело поэтому ни свет ни заря просыпаешься пока все люди спят в теплых постелях а ты уже выскакиваешь из дома хватаешь первый туман моросящий дождь холодно ну ты бежишь куда-то к заветной бровке там где стоит щука такая вот рыбацкая доля ну приманок всегда должно быть много вот может можно и на аду ловить ну как бы считается что приманка на каждая приманка отвечает своей погоде глубине настроению рыбы твоему настроению в конце концов вот хотя по большому счету если с навыками все нормально то можно ловить ей на аду железяку на одну колебалку и будешь рыбу ловить если ты этой плесной будешь владеть досконально так как она работает ты будешь понимать что она может и что можно от нее добиться а если понятия нету то никакие дорогие приманки не будут работать у тебя надо понимать все с пониманием к делу относиться то есть каждое каждое удилище имеет свою приманку допустим здесь у нас кастинг что там 9,38 грамм то есть это очень такой жесткий пруд им хорошо будет троллить можно ну а мы сюда на данный момент поставим поставим колебалку здоровую большую щучку колебалку колебалку потому что осенью когда ну сейчас еще рановато конечно чуть чуть попозже когда у щуки серьезный жор начинается колебалка имеет ряд преимуществ и в то время когда у щуки жор я ловлю чаще всего на колебалку она позволяет быстро облавливать территорию то есть экономит тебе время и когда щука активная она бывает даже за 2-3 метра видно как вода прозрачна видно как она гонится за твоей колебалкой и ты приехал на точку быстро быстро это дело обловил колебалкой и больше даже не переставляешь бывало такое что ну хорошие уловы только одной колебалкой ну посмотрим как сегодня будет странновато еще конечно для колебалки но мы поставим ребят вот такие вот железяки поцепим посмотрим ну пока небольшую вообще щука любит большую колебалку даже есть вот такая вот колебалка представляете мы его сегодня кстати и поцепим никогда на нее ничего не ловил а знаете почему потому что веры нет у нее никогда рыбу никогда не будешь ловить если у тебя нету веры в то что ты что-то можешь поймать и веры в ту приманку которую ты ловишь если у тебя этого внутри нет все безнадежный вариант поэтому вот когда-то была куплена да ну была хорошая яма там уловились хорошие щуки была куплена такая колебалка но к сожалению эту яму замыли ямы нет другой такой хорошего места я не нашел и колебалка осталась как бы неудел вот мы ее сегодня подцепим хотя веры в нее нет почему-то ну а вдруг все мы зарядились и готовы готовы начинать нашу рыбалочку ну что попробуем вот просто так чтобы немножко рука привыкла попробуем с этой колебалки я всегда начинаю облавливать место на которую точку на которую я прихожу с таких более простых приманок таких как колебалка которая не требует там особых навыков закинул упал на дно подорвал и пошел тащить все там не надо ничего хитрить там поддергивать там протаскивать останавливать обязательно нужно настраивать фикцион к сожалению первые проводки были пустыми такая плюс наша лодку разворачивает но работает красиво вот здесь таких щуп не чтобы я могла схватить к сожалению поэтому мы не будем терять время поменяем пруд на другой немножко здесь поджигуем виброхвостик в народе называется силикон для того чтобы поймать щуку надо понимать как она где она живет ее знать ее палатки как она охотится как атакует и 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 Бывали и такие курьезы, я видел. Что-то мне стало невесело. У меня уши большие, блин. Там как захватишь, так нормально. Можно холодец сварить. Ну, блин. У тебя еще привычка, я знаю. Если что, так сразу подсекаешь. Рефлекс. Сейчас мы будем хитрить. Пробуем узкую колебалочку. Вообще, на рыбалке есть одно золотое правило. Если ты бросаешь так, чтобы не оторвать блесну и боишься ее оторвать. Все, рыбу ты ловить не будешь. Никогда нельзя бояться потерять блесну. Потому что я видел таких ребят, которые понакупляют дорогих. А потом бросают куда-то непонятно куда. На чистые так, чтобы там коряях не было. И пытаются там что-то поймать. Они ничего ловить не будут. Потому что рыбы там нет. Это только можно случайно поймать. А рыбу надо ловить там, где она стоит, там, где она живет, там, где она кормится. Трава, коряги и так далее. После нескольких пустых проводок мы выдвинулись в следующее место. Что не слабо меня так удивило. Ведь обычно люди могут более часа пытаться ловить в одном месте. Подъехал, два-три раза кинул. Щука, она либо клюет, либо не клюет. Поэтому два-три раза кинул. Нету поклевки. Все, надо быстренько менять место. И искать ее ту щуку, то место, где она есть и где она клюет. Потому что рыбацкий день он короткий. Тут вроде кажется вот утро, а вот раз-два, да и вечер уже. Попробуй, может, акушок стоит здесь. Да что такие мысли, что здесь может быть акушок? Ну, просто знаю эти места, здесь акушок стоит. Поэтому, и пробовать. Решили попить чуть-чуть кофейку, потому что что-то у нас не клеится. Вроде бы и погода, все правильно. Дождь моросит, ветерок прохладненько. Так, хорошо. А щука не клюет. Наверное, сейчас попьем кофе. И нам повезет. Надо мысль настроить. Чтобы ловить рыбу, надо думать как рыбу. Понимать, как где она, чем дышит она. Чего, сейчас поймаю. Рученьки вспомнит. И действительно, стоило нам выпить кофе, как сразу же улыбнулась нам удача. Опа! Акушок. Ай, красивый акушок. Ну, вот на шапе мы едем. Вот она. Дорогой красавец. Дорогой красавец, да, красавец какой. Вот она. Ну что? С почином. Ай, красиво клюнуло, а? Дебя, такая была красивая поклевка. Удар целый, не поклевка, а целый удар. Аж по рукам, по нервам, по всем, по всем пальчикам пробежалась эта поклевка. Ай, красавчик. Вот такой вот, да? Ах, красота. Вступайте в мои группы в соцсетях. Там вы найдете для себя много полезного, а также выставляете там ваши трофеи. И возможно уже в следующем моем видео вы увидите именно ваши фотографии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.